я сижу здесь она возле меня пристраивалась пристраивалась и одним концом и другим концом и вертелась и вертелась и так и сяк альпунька нам уже уходить домой я уже думала пообещала рассказать то что-то уже времени нет до этого солнечные ванны тоже принимаем альпунька это коза коза помните молодая коза немалолетняя молодая бесплодная вот погуляет погуляет я ее отсаживала потому что стадо все солтаем было отсаживала но обычно оху охота у коз какая день 2 желательно бы да на второй на третий день уже можно и пролететь у кого как у кого на 3 хорошо у кого в первый у кого загуляла прям если тут же не успели и все кто не успел тут опоздал всех по-разному ну вообще до трех дней а проходит четыре дня пять допустим на 5 я выпускаю я смотрю она бежит козлу козел к ней я ее хватать она была небольшая такая она и сейчас небольшая а тогда ты еще было это в том году прям так и она подставляется как положено и я ее опять убираю она мне опять там сидит там 6 7 8 день я его пускаю ничего не должно быть она опять бежит козлу козел к ней она у меня сидела по две недели представлять на очень ненормально это явно видно что ненормально потом у нее допустим прошло да потом опять она загуливает и вот опять такая история у нас каждый раз было ну я уже понимала что это ненормально тогда она была маленькая то есть я его щек козлу не не подпускал вот эти вот не держала а в том году когда всем покрываться и она раз с козлом то гульнула прям все все правильно все как положено солнце оттуда а куда-то разворачиваться идти лень я здесь сижу сейчас уже бы скажу и мы пойдем потому что история а это меня чем и думал что такое мне зачем не уберу никак потом она опять пришла в охоту думал опачки ну как положено там через сколько-то дней до мы думаем но не покрылась мало ли хоть на такое не было прям если если ты наблюдаешь у тебя коза если тебя коза пришла в охоту ты ведешь козлу да и наблюдаешь за всем этим процессом они все делали сделали и правильно достаточно одного раза ну 2 там контрольный допустим я всегда допускаю разрешаю им чтобы они там поразвлекались и развожу все но достаточно одного раза правильного ты смотришь как как все это происходит у них все правильно все хорошо но она не покрылась я его второй раз они уже были тогда алтай был с ними в стаде а потом потом опять она приходит в охоту и я вижу что ну это было видно еще год назад когда она вот так вот загуливала что что-то какой-то гормональный сбой это все ненормально на второй год она в общем так и не покрылась а нас не веселилась веселилась с алтаем и так и не покрылась все если первый год там уже было первый год понятно когда она по две недели гуляла такого но и дни нормально такого не должно быть гормональный сбой я пожалела думаю оставлю ладно на следующий год нужно было браковать сразу убирать и оставила а вот она мне и потом не покрылась но было не до нее козлов у нас куча да сначала нужно козлов убирать вот и и тогда она так и не покрылась вот а у меня же уже все родили когда там в марте в апреле хоть поздно все родили в этом году но в марте в апреле и что я вижу я хожу недавно и мне такая слышу детский писк детский прям новорожденный их же слышно не то что козленок какой-то там мекает где-то там из сарая детский когда он родился ребенок я что такое ну мне родить ты больше никому тут уже нечего придумывать я бегу туда это было на выгуле альпуня родила бесплодная коза которая мне мозги крутила два года родила я не знала я не знала вообще что она беременная я не видела по ней но я видел что она пухлая все говорил вот она отъелась отъелась все равно ее резать пускай есть ладно но а ничего удивительно она же не дается она не дойная она не кормящая она никакая вообще естественно она отъедается но она не была прям такая жирная понимаете я не знала что она беременна а поскольку это коза браков на естественно все были в одном стаде потому что все равно ее резать все равно она бесплодная и все находились с алтаем и вот наверное где-то неделю назад она родила козленок родился козочка была по моему прям совсем прям совсем ненормально крошечный но все-таки у него гормональный сбой был и видимо там не хватило в полной мере гормонов я не знаю я так рассуждаю прям совсем ненормальная маленькая маленькая козочка и она умерла я не стала ничего выхаживать не зачем она нужна вот такая вот размерами да ну ее она в этот же день или на следующий день умерла но факт то в том что бесплодная коза моя родила и я даже не видела но она была пухлая потом она как-то похудела вот сейчас началась трава она похудела я и я даже не знала и не видела не подозревала и кто мог подумать что бесплодных нет но если были такие бака когда уже какой туда ты уже видишь что она еле ходит там что-то ей там как тяжело вообще ничего как она бегала так и бегала и потом взяла и родила и потом она точно так же с нами и ходила гулять вот сейчас она подойдет покажу имя чтобы уж поверили да то сижу рассказываю такие истории не козленка не ребенка ничего покажу вот бесплодная коза а уже все это вот хорошо что у меня еще три козла блин представляете в этот момент если бы ее зарезали хорошо козлы есть а все так я зарезали там ребенок не ничего надо было раньше думать да когда когда надо все равно жалко было описать как обалдели бы альпуль где ты вон прошла давайте придется встать все равно надо идти это помалка а вот она альпулька вот ее вы имя вот это не там под хвостом после окота вот видите короче вот такая у нас интерес интересным живем да я говорю раз как в том году ушелось и чуть ли вот такого у меня никогда не было вот такого у меня никогда не вот такого у меня никогда случая не было вот вам очередной случай которую у меня уж точно никогда не было у меня во первых никогда не было бесплодной козы чтоб с такими сбоями а не то что бесплодная она приходила в охоту она выматывала вот этим вот и они уже веселились веселись солтай мог ему нами хорошо то было вот а беременная она так и не оставалась не покрывалась она это ладно мало того что у меня бесплодная коза первый раз за 15 лет чем у меня никогда не было а вот что у меня вообще никогда не было что бесплодная коза взяла и родила это вообще у нас извините что каждый раз у вас какие-то новости происходит и происходит которых никогда в жизни не было ну так вот интересно и прям думали козлов зарезу мы ее потом сейчас не знаю конечно как племенной материала а потому что ну я вот так вот будет в поколениях уж врач сказал в морг так в морг нет можно ее оставить пока на этот год посмотреть на следующий будет если она сейчас покроется если она не будет мне опять мозга компасировать просто чисто как дойную потому что вы не видели вы на хорошая приличная прошла неделя но побольше недели где-то вот пока она прошла вперед ну еще как бы она на раздое только родила недавно весь она вечером идет уже как раскорячку растопырку то есть вы не широкая становится может быть оставить девчонки пошлите в два часа уже уже 3 сейчас наверно идет хватит гулять не наверное я все эти дни делаю халлуми 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 морожен вы мне жалко что я столько не съедаю сыра дышишь такое то я им прям по два часа с утра два часа вечером в общем вдоволь можем еще задержаться то я бежала бежала много когда ставишь пастеризоваться вот вот про альпуньку так и будет нам туда и тебя солнце оттуда про альпуньку вот оставить ее посмотреть вот чисто как дойная коза ну может она когда-нибудь конечно и реабилитируется ну а муж пускай рожает да и на мясо потому что мне написали прям в ужасе я когда сказала что если на этот год я собиралась началась купить козла нубийского но все никак все никак не знаю успею ли я уже до осени купить такого уже которого взрослого я не хочу потому что что-то у себя год-два подержи а потом кому ты продашь взрослого кому он нужен никому не нужен идет мне покрывать опять всех алтаем я в принципе у меня главное сразу говорил мне не племенное хозяйство не главное молоко ну и раз нет другого козла не бегаешь с каждой козой куда-то там по бабкам я не знаю куда нет естественно не по знакомым вот буду покрывать буду покрывать наверное всех опять алтаем спросить а как же дети а как же тут это дочки его ну ничего покрыть просто для молока и вон у меня там полный сарай на мясо их чтобы выйти из ситуации но вот так вот у нас складывается в этом году не знаю куплю или я я конечно хотела собиралась еще еще не поздно но не знаю как там сложится вот так же и с ней а пока оставить если она будет нормальный козой можно оставить чисто для молока а там не знаю если она будет хорошая дойная коза да зачем ее резать вообще жалко тоже а козлят так на мясо вот так что у нас такие новости а главное сразу то ну я не ожидала и сразу не сняла естественно я без телефона ходила когда она родила да я и не видела когда она родила я уже увидеть она уже родила это я потом только услышала вечером мы гулять за собирались с ними 5 потом бегом гулять потом опять сыр и вот так вот допоздна дает монтировать и вот так вот я ладно завтра ладно послезавтра ладно потом потом то дождь то гроза короче вот тут и вот сейчас не хотела говорить то там пообещала когда на вы были были там да и уже сижу монтировать тела замонтировалась все и забыла про все потому что я ты уже свыклась с этим я уже все я уже ее даю неделю вторую а для вас то это новость и интересные новости да но так вот так конечно по-хорошему по-хорошему просто у нас я уже сказал куча козлов которых ну первую очередь нужно дорезать козлов доказано безвредно браковная она гуляет со всем стадом она никому ничего не причинить до никакого вреда я имею ввиду не покроет ничего поэтому только оставили а так по-хорошему нужно было отбраковывать сразу потому что зачем она такая нужно смотреть родит она не родит на следующий год смотреть родит она не родит мы и мы ее оставили просто ждать своей очереди все я уже была намерена прям все точно это уже точно отбраковка не не надо ждать если такая коза сейчас не покрылась потом опять ждем потом опять не покрылась опять ждем не нужна она такая ну разродиться ладно она покроется разродиться как-нибудь каким-то чудом там позже положено и ну а козочку себе если оставите и вот дочка такая будет и зачем она вот это вот надо это не надо вообще поэтому прям все сразу собирались отбраковать а сейчас уже на родила ну что сейчас я не будешь резать да это главное если было никакая и вы меня никакой да опять же без сожалением горку просто идем без но тут то время нормально и по виду красиво и так ты нормально и поэтому поэтому я застопорилась так бы конечно все убрать ее и все но вот уже я подожду везет ей все время какие-то причины какие-то чтобы ее не убирать вот она год прожила хотя уже раньше было там в полгода видно что ненормально второй год и сейчас уже дальше на 3 идет понимаете и вот а у меня все все это желание она присутствует ее убрать но ей везет есть такие везунчики до в жизни ну давай сюда куда вы там и так же 3 сейчас гуляемся мало алтай так что такая новость я с вами прощаюсь всего вам доброго до свидания давай 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 у меня любопытно дать и детка не понесли ага вы там поели еще облизывается заходи коза блинка это я забыла детям сказать денька куда убежал что чашку от футболил ты этот там чашку подвинь с этой ну от воды и воды и малей